Об успехах учащихся Гродненского колледжа искусстве известно не только в городе над Неманом, но и за рубежом. И в этот раз артисты ансамбля танца «Городенские окорунки» покорили жюри из Лондона. Трое студентов третьего курса совместно с преподавателями представили калмыцкий танец и таукачики. И сразу же завоевали гран-при первое место в 10-м международном конкурсе фестиваля талантов в Golden Time London. Даниил Фибик с 5 лет занимается танцами. Пришел сначала в городенские коруночки и еще больше полюбил хореографию. Окончив пятую гимназию, Даниил вернулся уже в родной колледж. Как мы в Витебске участвовали или в Лондоне посылали имена калмыцкие, здесь можно разные направления выбирать имена, которые в Беларуси мало кто танцует. Так же как калмыцкие, корейские есть танцы. Они очень разнообразные и необычные по-своему. Никита Казакевич танцами занимается со школы. Педагоги, видя талант парня, посоветовали поступать в колледж. Здесь, правда, очень творческая атмосфера, поэтому педагоги все к нам относятся. Если нам что-то очень хочется поставить, какие-то номера, даже номер, с которым мы выиграли Игорем Моисеевым, мы его поставили. Но сначала был такой страх, потому что все-таки там такие асы, и мы думали, что у нас не получится. Но после мы начали пробовать, репетировать, и уже через месяц был какой-то результат, и мы выставили на первый концерт. Поняли, что публике это очень понравилось, это что-то было необычное, и уже начали пробовать это выставлять на какие-то конкурсы. Шире, раз и два, и три, четыре, пять и шесть, шире, раз и два, и три, четыре, пять и шесть, шире, девочки, шире, два и три, четыре, пять и шесть. Никита увлекается не только народными танцами, но и современными направлениями. Контемпорари, хип-хоп и брейк-дэнс. Овладеть таким разнообразием стилей помогла в первую очередь классическая база, полученная в колледже искусств. Я бы вообще хотел после выпуска заняться какой-то современный балет, но его классика, вот это мое больше. Ну, мне народные как бы танцы это для души, а вот именно как направление, которое мне больше нравится, я хочу продвигаться, это будет более современное что-то. Для танцев все равно какие-то элементы новые, это всегда приветствуется. На контемп тоже. Это как у нас есть еще база классическая, то есть мы занимаемся народным, и также у нас есть классический станок, мы это все проходим. И потом это можно будет тоже применять в каких-то других направлениях. А вот Виталий Ядковский не думал, что свяжет свою жизнь с танцами. Но однажды, придя на занятия, понял, что это его призвание. Вначале многое не получалось, но Виталий не сдавался. И сейчас, как утверждает парень, его, конечно, тянет к спорту, но хореография роднее. Фибик Даниил, это одногруппник мой, он нашел этот конкурс. Первый конкурс был в Славянской базаре в Витебске, первый танцевальный конкурс. Мы его полностью поддерживали, мы репетировали до последнего, до последней капли пота. В общем-то, старались. И вот заняли такие места призовые в Лондоне тоже. Мне очень нравятся танцы, танцами заниматься, хореографией. В общем, а вот то, что в Лондоне заняли первое место, это было для нас очень неожиданно. Очень неожиданно. Мы очень рады и хотели бы туда съездить. О конкурсе Даниилу рассказала тетя, которая отправила ссылку с условиями. Ребята решили попробовать свои силы в дистанционном конкурсе. И в итоге победили. Ну вот я вообще с Никитой. Мы одноклассники со школы вместе. Мы с ним с самого начала и здесь. И вот когда мы потом ближе сплотились вместе с парнями, начали работать. И вообще именно полет сокола этот калмыцкий тоже неожиданно был найден. Я просто смотрел концерт, и у меня нечаянно рука дернулась. И я нажал на этот танец, и я сразу включил, начал смотреть. И я сразу понял, что нужно учить его. Потому что именно такого никогда не танцевали. Самое сложное, как отмечают ребята, было пошить костюмы. Им удалось отыскать материал, который в танце также передает движение. А уже художник по костюмам добавила манишки и пояса. Для ребят это только начало. Они планируют поставить венгерскую пантазолу, корейский танец фейерами и гаучо-танец аргентинских пастуков.